Китайский ядовитый смог дошёл до Южной Кореи. В четверг жители Сеула были вынуждены надеть маски. «У меня ослаблены бронхи, и в горле очень тяжело, когда выхожу на улицу. Сегодня в новостях сказали, что концентрация мелкой пыли в два-три раза больше, чем обычно. Беспокоюсь за своё здоровье, поэтому надела маску». По данным местных метеорологов, уровень содержания в воздухе твёрдых частиц диаметром менее 10 микрометров – PM10 – составил от 81 до 124 микрограммов на кубический метр. Ему был присвоен третий из шести возможных уровней опасности, самый серьёзный – шестой. Смог принесли сильные ветры. «Воздух ужасно загрязнён мелкой пылью примерно неделю. Слышала, что она пришла из Китая, и переживаю, что это плохая окружающая среда. Приехала сюда на такси. Водитель тоже был обеспокоен». В смоге содержатся токсичные тяжёлые металлы, такие как свинец, кадмий и мышьяк. «Эта мелкая пыль – сочетание сульфидных соединений от угольного отопления и промышленности в Китае и азотные соединения от выхлопных газов Южной Кореи. Эти сульфаты и нитраты вредны для бронхов и лёгких. Эта пыль накапливалась четыре дня и начала постепенно рассеиваться. Однако положение всё ещё в статусе достаточно плохого. Поэтому дети, пожилые и младенцы, а также страдающие респираторными заболеваниями должны соблюдать осторожность». Тем временем уровень загрязнения воздуха непосредственно в Пекине, согласно официальным отчётам, остаётся, цитата, «едва пригодным для жизни». Меры по улучшению экологической ситуации в китайской столице пока результатов не принесли.